Тюбики, бутылочки, баночки, пакеты, вес бытовой химии, которым пользуется семья из трёх человек, может достигать 15 килограммов. Особенно много химии потребляют жители городов. Елена Ашканова несколько лет назад тоже не представляла своей жизнью без средств для мытья посуды и смягчителей, но с появлением ребёнка её отношение к ведению быта изменилось коренным образом. Когда такая крошечка маленькая появилась, нежная-нежная, с тоникой кожицей, и вот эти все химические запахи и какие-то вещи, они стали просто, мне казалось, неприемлемы для маленького создания. Первое, от чего можно легко отказаться – средства для мытья посуды. Вопреки обещаниям производителей, смыть его с посуды не так-то просто. Для этого требуется большое количество воды. Когда дома выливаешь какую-то абстрактную трубу, и она куда-то утекает, это очень неконкретно. И как бы, ну, утекла-утекла, я её не увидела, что она дотечёт до кам, и это очень тоже так абстрактно. А когда этот пенный тазик на своём собственном участке земли начала думать, куда бы его вылить, тут уже встал вопрос о том, что вообще нужно ли это. С удалением жира прекрасно справляется обычная пищевая сода, не хуже химических средств. Ею можно отмыть микроволновку, дверцы холодильника или стиральные машины. Ещё один природный очиститель – горчичный порошок. Он может справиться даже с очень жирной посудой. И даже набор для шашлыка и гриля можно очистить без помощи химии. Шампура и решётки прекрасно отмываются песком. Абразив и не блестящий, как номики становятся. Всё это уже чисто, без всяких там моющих средств. Отбеливатель – тоже популярный бытовой реагент. Готовы ли вы взять вот этот отбеливатель, налить себе в ладошку и втереть так вот в кожу? Если вы это сделать готовы, то пользуйтесь отбеливателем. Если вы это сделать не готовы, то, может быть, подумайте о том, чтобы от этого как-то отказаться. Потому что из ткани оно не вымоется 100% никогда. Многие пятна сдаются без боя перед более щадящими средствами. Например, свежее травяное пятно отмывается обычным детским мылом, а застаревшее можно удалить с помощью нашатырного спирта. С пятнами от ягод и фруктов легко справится пищевой уксус. А насыщенный раствор соли победит пятна от шоколада или какао. И даже если вы пролили на одежду йод, всё не безнадёжно. Огромное пятно развела себе на сарафан. Думала, всё. Посыпала крахмалом, смела, чуть водичку помочила, разворачиваю. И это как не бывало. Полностью оградить себя от химии, живя в городе, вряд ли возможно. Но о том, что бытовая химия не панацея от загрязнений, стоит вспоминать. И хотя бы иногда обходиться без её помощи.